Еще не присоединился, ждем с нетерпением. Присоединяйтесь, будет очень интересно. Мы всех ждем, всех приглашаем. Я сейчас хочу с вами познакомиться. Меня зовут Елена Ульфлева. Так, тебя как зовут? Мика. Мила. Очень приятно. Аня, тоже очень приятно. А вы, ребята, уже решили, кем вы будете стать? С кем вы хотите стать? Еще не придумала? Вик, ты придумала кем? Ну, хорошо. Многие ребята хотят быть космонавтами или актерами. А может быть, кто-то из вас захочет быть писателем. Я, например, писатель. Меня зовут Елена Ульфлева. Это вы уже знаете. Вот эти все книжки написала я, но их гораздо больше. И садитесь. Подходите, подходите, садитесь. Вот Юля сказала, что по итогам 2020 года я один из самых печатаемых, продаваемых писателей. Да, это так. Детских писателей после Корнея Ивановича Чуковского. Ну, Корнея Ивановича Чуковского, садитесь, а я есть. И я пишу для вас книжки. И пишу книжки для того, чтобы вам было интересно, здорово. И еще мы сегодня узнаем, что книжки бывают разные. Они нам не только помогают, развлекают, учат, но еще, еще приносят много всякой интересной пользы. Вот. И я вам сегодня расскажу, как же стать писателем, что нужно сделать для того, чтобы стать писателем. И мы с вами начали придумывать книжки. Когда я была маленькая, я очень любила читать разные книжки. Но мне не разрешали читать. Не разрешали, потому что у меня было плохое зрение. А мне так хотелось читать разные книжки. Вот. А потом я работала в школе учителем. И я хотела, чтобы, когда дети учатся, им было интересно, чтобы они не мучились в школе, а учились с удовольствием. И книжки читали с удовольствием. И поэтому я решила писать свои книжки. Когда мы занимались с ребятами, то я использовала разные игры. И потом я подумала, ведь игр интересных так много, а многие ребята про них не знают. И мы можем с вами сейчас, например, если выиграть во все эти игры, если эти игры, поместись в книжку. И вот первую книжку, которую я написала, это была книжка с книжки с играми. А один веселый художник нарисовал вот такие к ним смешные картинки. И теперь в эти игры можно было играть не только интересно, но и весело. Вот давайте мы сейчас попробуем поиграть в одну из игр, которые находятся в этой книжке. И это есть такие игры, которые помогают нам размывать наши руки. Ведь, например, когда мы находимся в дороге, у нас нет ничего с собой, но нам скучно. Поэтому давайте поиграем в такую игру. Сожмите, пожалуйста, все кулачки Ильика. Тебя как зовут? Равная. Равная, кстати. Аделина. Аделина. Очень приятно. И давайте поиграем в такую игру. Она называется... Ну, давайте начнем. Камень. Показываем камень. Ножницы. Бумага. Карандаш. Огонь. Вода. И потом я говорю «Да». И вы показываете один из предметов. Или камень, или ножницы. Аделина, где твоя ножница? Или бумагу, или карандаш, или огонь, или вода. А потом мы смотрим, кто из нас победил. Хорошо? Сейчас узнаете. Итак, приготовились. Три-четыре. Камень. Ножницы. Бумага. Карандаш. Огонь. Вода. Так, и все показывают какой-то предмет. Да. Так, что у тебя? Вода. А у меня ножницы. Видите, мои ножницы утонули, заржавели. Аня победила. Так, у тебя что, огонь? А ножницы в огне не горят, поэтому я победила Вику. Так, ножницы, ножницы у нас с Эрнестом. Чья. Так. А с Аделиной? Камень. И мои ножницы затупились. Победила Аделина. Вот такая игра. Давайте еще раз попробуем. Три-четыре. Камень, ножницы, бумага, карандаш, огонь, вода. И показываем себе какой-то предмет. Да. Так, что у нас карандаш-карандаш? Саня, ничья. Так. С Викой. У меня карандаш у нее камень затупил. Так, Вика победила. Так, что с Эрнестом мой карандаш сгорел. Аделина порезала мой карандаш и тоже победила. Вот такая у нас интересная игра. Ребята, я надеюсь, что вы запомните. Я понравилась. Это очень хорошо. Вы можете... Садитесь, садитесь. Вы можете играть в эту игру с друзьями. Или в дороге, или дома с родителями, когда захотите. Как тебя зовут? Ника, очень приятно. Так, ну что, давайте на всякий случай еще одну игру. Попробуем поиграть, чтобы нам было интересно. Ну, это тоже такая игра, чтобы развивались наши пальчики. Давайте мы сейчас сделаем так. Мы спрячемся. Вот забор большой стоит. За забором кто сидит? Это выстрелить на машине? Может быть, собачка вредная кусачка? Нет. Вот забор большой стоит. За забором кто сидит? Может, это зайка? Води догоняйся. Нет. Вот забор большой стоит. За забором кто сидит? Может быть, большой аллель здесь пасется целый день? Нет. Вот забор большой стоит. За забором кто сидит? Это попка-попугай, как ребята-попугай. Ну что, вот такие вот игры были в моей книжке. И мы, и вот таких книжек было десять, и ребята в них играли, и это было здорово. А однажды, когда у меня тоже есть дочка и сыночек, и мы сидели дома, и маленькие детки очень любят, когда гладят, они успокаиваются и радуются. Он такой, я гладила своего сына и говорила, мы пушистого кота будем гладить за боках, а пушистую кошку, дочке, за ножку, за ножку исключили. Я подумала, что можно придумать вот такие вот интересные потешки-щекотушки для малышей, и они будут радоваться и будут веселиться. И вот издательство, я послала издательство во все издательства, которые есть, вот такие маленькие сыщики. И издательство понравились. Они, представляете, из теста слепили вот таких вот героев, представляете? Вот таких вот из теста сфотографировали, и получилась вот такая вот веселая книжка для маленьких. У нас у меня уже были вот такие вот игры, вот такие вот щекотушки были. А потом я подумала, есть, вот скоро будет 1 сентября, да, вы уже все собираетесь в школу. Я видела, есть такие книжки красивые, первоклассники. Я думала, ничего себе, первоклассникам есть красивые книжки. А тем, кто идет в детский сад, почему нет красивых книг? А тем, кто идет во второй сад, кто? Да, почему вот такого нет? И можно всегда сказать, вот такой книжки нет, а я возьму сейчас ее и придумаю. И я придумала вот такую книжку про детский сад. Вот зачем? Вот некоторые малыши маленькие, они еще никогда не ходили в детский сад? А больше 4 лет есть? А, есть, вот стулья, конечно, садись. Вот еще стулья садись. Вот, все, будете сказать. Ну ведь им тоже хочется узнать, что их ждет в детском саду. А может быть там живут крокодилы, медведи и бегемоты. Нет, тогда мы в такой сад не пойдем. Вот я хотела такую сделать книжку деткам, чтобы они посмотрели. В саду же здорово, интересно и весело. Вот поднимите руки. Кто из вас ходил в детский сад и ему понравилось? Понравилось, да? Что вот тебе, Аделина, понравилось в саду? Там очень интересно. Вот, а тебе что понравилось? Там интересно. Что там интересно, да? А тебе? Там очень интересно. Вот, и как раз, да, здесь вот есть, смотрите, какие веселые картинки. Художник нарисовал, что, посмотрите, все детки улыбаются, им хорошо в саду. И тогда, вот можно и есть, видите, как раз. И тогда все дети с удовольствием пойдут в детский сад. Но иногда, знаете, ребята ссорятся в детском саду, да, не могут поделить игрушку. Вот, например, и что надо делать, если, например, и эту игрушку хочет один ребенок, и второй. Вот, как вы думаете, что надо делать? Знаешь, если игрушку не могут дети поделить, что надо делать? Вот, молодец, вместе играть, да? И вот смотрите, как ребята поделили. Сорок. Саша взял мою машинку и играет целый час. Мне тоскливо и обидно. Разберусь я с ним сейчас. Отдавай мою машинку. Отдавай, мой паровоз. У тебя большие уши, у тебя курносый нос. Я забрал свои игрушки. Саше я не подхожу. Он ушел, сидит. Я тоже сам в своем углу сижу. Плохо, если ты один. Даже не играется. Самолетик не летит. Кояс не катается. Веселее играть всем вместе. Знаю я, что говорю. Вот возьму свои игрушки и все Саше подарю. Эти ребята появились. Значит, ты правильно сказал. Как тебя зовут? Кирилл. Кирилл, да? Вот, Кирилл нам правильно сказал, что надо играть вместе, потому что вместе хорошо. Вот такая вот книжка для детей, которые пошли в детский сад, появилась. А потом я еще подумала, что ребята же хотят много всего знать, да? Почему идет дождь, почему радуга, почему светит солнце, почему трава зеленые. Ну, когда дети приходят, например, к своим родителям, все спрашивают. Родители не могут им объяснить, потому что это очень-очень взрослые науки. Их преподают в школе, преподают физику, химию. И иногда родители говорят, вот подожди, в восьмом классе у тебя будет предмет химии. Тебе там расскажут, почему вода мокрая. Ну, ребята, это же очень-очень долго ждать. Поэтому, ребята, появилась вот такая вот книжка, которая рассказывается про все, про все на свете. Читала ты уже, да? И все картины не читал. Но тебе очень важно будет, Кирилл, все узнать. Вот, видите, молодец, Вика. Кто хочет все-все-все на свете знать, то надо прочитать вот эту вот книжку. Когда я вот эту тоже рукопись разослала во все издательства, они сказали, ой, наверное, это неинтересная книжка будет. Дети, наверное, будет неинтересно. А одно издательство сказало, а мы напечатаем эту книжку. И оказалось, что эту книжку купили полмиллиона человек. То есть это очень большой. Целый город, представляете, детей с этими книжками. Она стала очень популярной. И все издательства пришли и сказали, ну, пожалуйста, напишите нам эту книжку для нашего издательства. Я сказала, ну, что же вы ее не брали сразу, когда я вам ее предлагала. И потом вот начали они просить, чтобы написали энциклопедии, например, про космос, например, про деньги, про географию, про животных. И таких энциклопедий про вот, про все, что здесь написано было огромное количество. Вот, например, энциклопедия про деньги, да, про то, как они появляются. Вот такая вот книжка. Про мальчика, который написал, пожалуйста, напишите нам эту книжку для нашего издательства, я сказала. Ну, что же вы ее не брали сразу, когда я вам ее предлагала. И потом вот начали они просить, чтобы написали энциклопедии, например, про космос, например, про деньги, про географию, про животных. Таких энциклопедий про вот, про все, что здесь написано было огромное количество. Вот, например, энциклопедия про деньги, да, про то, как они появляются. Вот такая вот книжка. Про мальчика, который нашел монетку, а монетка сказала, вот я сейчас покажу, а монетка сказала, ой, мальчик Ваня, я такая несчастная. Почему ты такая несчастная, сказал ей Ваня? Да потому что я такая маленькая, и я совсем одна. А мальчик, ну, он сказал, если меня научиться вкладывать и зарабатывать, я превращусь в большое количество денег. И вот в этой книжке рассказывается, как люди зарабатывали деньги и вот что нужно делать, чтобы стать богатым-пребогатым. Но что надо сделать? Работать. Работать, конечно, да, но тоже правильно работать. Ну, оказалось, что из вот этой вот книжки, которую прочитал целый город, есть одна сказка, необыкновенная. Что это? Пришла мама и сказала, что это такое? Мой сын меня заставляет все время читать эту сказку. Она сказала, какую сказку? Она сказала, сказка, которая под номером 28. 90 сказок, а это оказалась та самая сказка, которую не хотел брать наш редактор. Он сказал, ну, хорошо, мне все сказки нравятся, но одна сказка мне не нравится совсем. Вот эта сказка, которая называется «Откуда берутся болезни». Он сказал, это ужас, это не сказка, это никому не будет интересно. Но оказалось, что это самая интересная сказка. Можете верить, а можете и нет, но живет на свете такой маленький народец. Микробы очень вредные и противные. Только и думают, как бы внутрь человека попасть и там поселиться. Вот кто-то чихнул, ладошкой рот не закрыл. Полетел микроб прямо человеку в нос. А третьи руки не помыл. Микроб прямо с едой прыг внутрь. И начинают они жить там и радоваться. А у человека от этого болезни, температура. Ну, слушайте, нас мы докажем, чтобы убить этих микробов, нужно долго лечить, пить таблетки, миксиру. В общем, все, делать все, что велит врач. И вот этот вот мальчик все время просил маму читать эту сказку. Про маленький народец. Знаете, когда меня издательство попросило написать книжку про медицину. Я сказал, зачем писать про медицину? Давайте напишем книжку про вирусы. Про вирусы, это так интересно. Давайте напишем книжку про то, что жил-был на свете. Один самый главный вирус. И он мечтал захватить весь мир. И была у него на голове корона. Они сказали, о, другой издатель сказал, это интересная книжка, давайте напишите. Я написала эту книжку. Эта книжка, ребята, вышла в девятнадцатом году. Представляете? Еще не было никакого коронавируса. А через год он появился, представляете? Книжка уже была, а коронавируса еще не было. То есть я рассказала, что на самом деле появился коронавирус. И издательство сразу сказало, давайте быстрее пишите книжку про коронавирус. Как мы его победили. И они взяли картинки из этой книжки. Но это уже была книжка про коронавирус. Вот. Вот он, коронавирус. Он мечтал захватить весь мир. Сейчас я вам покажу эту картинку. Вот. Представляете? Вот. Он мечтал захватить весь мир. И здесь, в этой книжке, он придумывал разные способы, как победить детей. То есть залететь к ним в носик. Или, например, надо сделать так, чтобы дети все время лежали на своих кроватках. Не бегали, не прыгали. Ели плохую еду. И тогда они станут слабенькие. И я их быстро смогу победить. Видите? Он придумал. То он, например, кого-то заражал. То он, значит, прятался на ручках. Залетал к ним в глазки, в носики. Но дети... Что они делали, чтобы победить коронавируса? Знаете что? Они лечились, правильно? Они соблюдали карантин. А что еще они делали? Руки мыли. И потом они еще все потом... Видите? Ходили к доктору. Не общались с больными детьми. И коронавирус не смогут победить. Вот так вот. Потому что... Вот видите все правила вот здесь. Потому что сейчас все взрослые переживают о том, что коронавирус на нас наступает. Может вся маска будет. А дети не знают, что это коронавирус. Как мы его можем посмотреть? А вот загляните в эту книжку. Вы увидите, как он выглядит. Какой он коварный. И узнаете, как его легко победить. Не надо, дети. Ну, потому что вы соблюдаете все правила. Поэтому коронавирус вас не победит. Вот. Ну что, видите, как интересно получается, что одна книжка зовет за собой другие. Или, например, вот есть книжка, например, про космос, да? Или про лето. Давай, Кирилл, что ты хочешь сказать? Ну, в общем, я думаю, что мы скоро победим. И не надо будет никому носить маски. И я вам... Ну, в себе на маске. А я не буду на маске. Ну, скоро уже мы, Кирилл, давайте победим. Я вам сейчас расскажу. Вот если, например, кто-то из вас хочет стать, например, писателем, как работает писатель. Не то, что сидит такой писатель и говорит, ой, ну, конечно, я напишу книжку и один все делает. Нет. Чаще всего главный человек – это редактор. Редактор – это как начальник. Он руководит разными людьми. Он говорит, например, а ну-ка, давайте, писатель, напишите нам, например, книжку про Новый год. Или про, там, лето, например. И тогда автор думает, как же мне написать книжку про Новый год или про лето. И придумывает. Потом художник рисует картинки. Потом... Да, это сразу. Потом, значит, верстальщик их размещает, дизайнер. И потом в типографии книжку печатает. И получается вот такая вот фильм. А иногда бывает совсем по-другому. Ребята, представляете? Я сижу дома. Мне звонит редактор и говорит, а вот у нас, например, есть вот такие вот картинки. Вот такие вот картинки. А придумайте к ним какие-нибудь сказки. Или у нас есть вот такие вот картинки. А придумывайте к ним вот такие бы вот сказки. Вот, ребята, какую бы вы сказку придумали вот к этой картинке? Ань, Эрнест, тихо. Кто бы придумал какую-нибудь сказку к этой картинке? Знаете? Коньки, это потому что я придумала коньки. Потому что я увидела, что они на коньках. Девочка на коньках и лисичка на коньках. Значит, они на коньках катаются. Вот смотрите, как у меня получился сказки. А вот Лиза больше всего любила зимой на коньках кататься. Наденет свои коньки. Давай по замерзшему пруду разъезжать. Катается. А из кустов за ней лисичка наблюдает. Ей тоже хочется. Только вот коньков у лисички нет. И решила она тогда обхитрить Лизу. Лиза, говорит лисичка, тебя мама зовет. Чего это она меня зовет, удивилась девочка. Зачем ей меня звать? Я не слышу ее. Зовет, зовет, говорит лисичка. Ты сбегаю, знаешь зачем? А я пока твои коньки покараулю. Как бы их никто не унес. Тут Лиза и догадалась, что лисичке ее коньки понравились. Бегала домой, принесла ей маленькие коньки. Кукольные. На тебе, лисичка, коньки, говорит, давай кататься вместе. Как здорово Лиза это придумала и обманывать никого не надо. Вот такие коньки. Вот это не порастает книжка, это книжка-календарь. Когда будет Новый год, вы будете каждый раз смотреть. До Нового года осталось 27 дней. До Нового года осталось 24 дня. И каждый день надо сделать какое-то задание. Например, нарядить елку. Или, например, нарисуй семейный портрет. Украсть комнату праздникой. Вот у вас будет такой вот замечательный новогодний календарь. Или, например, вот такие картины прислали. Что за картинки? Что я с ними делаю? Давайте посмотрим. Вот, например, вот такая картинка. Что тут придумалось? Видите, какой-то дядька стучит по автомату, да, где наливается вода. Смотрите, какую я придумала картинку. Это случилось прямо в центре города, прямо в центре улицы, на глазах всего народа. Высокий дяденька подошел к автомату, поставил стакан, бросил туда монетку. Но, ах, стакан! Ничего не полилось. Эгее! Расстроился дяденька. И как бахнет по автомату кулаком. Бабах! А Митя стояла рядом и все-все видел. Да что это такое? Прямо на середине города, прямо на середине улицы. И ты такое больше не стал терпеть. Дяденька позвал он. А вы знаете, что в автомате живут человечки? Что? Не понял дяденька? Какие человечки? Ну те, что наливают лимонад, они ловят вашу монетку, проверяют ее, складывают в свой сундучок, а потом наливают вам лимонад в стаканчик, стараются. А вы их кулаком? А если бы вас так, они даже монетку не успели проверить, а вы уже ба-бам, ба-бам, они вообще живы там. Как вы думаете? Дяденька даже растерялся. Он не знал ничего про человечков. А что же мне теперь делать? Как что? Попросить прощения? Человечки, мочил дяденьку. Простите меня, пожалуйста. И тут же побежал, зажерчал лимонад прям в стаканчик. Буль-буль-буль. Последней капли кап, кап, кап. Значит, человечки просили дяденьку. Значит, он больше не видит. Вот такая вот история про человечков. И вот такие вот тут разные тоже истории по картинкам, которые идут. А прочитать вам еще одну сказку? Хорошо. Вот это тоже вот такая картинка и ничего не понятно. Дяденька, тетенька и еще непонятно кто. Называется сказка «Как сделать всех дружным». Что и говорить. Недружный был у Пети двор, и люди в нем были недружные. Вот, например, бабушка Галя все время ворчала. Бу-бу-бу. Бу-бу-бу. А дедушка Гена все время говорил. Вот раньше, вот раньше. Все время выходило, что раньше было лучше, чем сейчас. А тетя Лариса все время сердилась. Не так. Говорила она. Не так. Не так. Стоило деда. У-у-у-у. Вот раньше, вот раньше. Не так. Не так. И так целый день. Однажды это надоело Пете. Он вышел во двор и запел песню. Прям перед лавочкой. И опять выяснил, что поет он. Не так. А вот раньше было лучше. И бу-бу-бу. Я начала придумывать книжки. Когда я была маленькая, я очень любила читать разные книжки. Но мне не разрешали читать. Не разрешали, потому что у меня было плохое зрение. А мне так хотелось читать разные книжки. Вот. А потом я работала в школе учителем. И я хотела, чтобы когда дети учатся, им было интересно, чтобы они не учились в школе, а учились с удовольствием. И книжки читали с удовольствием. И поэтому я решила писать свои книжки. Когда мы занимались с ребятами, то я использовала разные игры. И потом я подумала, ведь игр интересных так много, а многие ребята про них не знают. И мы можем с вами сейчас, например, поиграть во все эти игры. Если эти игры, поместись в книжку. И вот первая книжка, которую я написала, это была книжка с играми. А один веселый художник нарисовал вот такие к ним смешные картинки. И теперь в эти игры можно было играть не только интересно, но и весело. Вот давайте мы сейчас попробуем поиграть в одну из игр, которые находятся в этой книжке. И это есть такие игры, которые помогают нам размывать наши руки. Ведь, например, когда мы находимся в дороге, у нас нет ничего с собой, но нам скучно. Поэтому давайте поиграем в такую игру. Сожмите, пожалуйста, все кулачки и века. Тебя как зовут? Адельина. 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 Очень приятно. И давайте поиграем в такую игру. Она называется... Ну, давайте начнем. Камень. Показываем камень. Показываем камень. Ножницы. Бумага. Карандаш. Огонь. Вода. И потом я говорю да, и вы показываете один из предметов. Или камень, или ножницы. Адельина, где твои ножницы? Или бумагу. Или карандаш. Или огонь. Или вода. А потом мы смотрим, кто из нас победил. Хорошо? Сейчас узнаете. Итак, приготовились. Три, четыре. Камень. Ножницы. Бумага. Карандаш. Огонь. Вода. Так, и все показывают какой-то предмет. Да. Так, что у тебя? Вода. А у меня ножницы. Видите, мои ножницы утонули, заржавели. Аня победила. Так, у тебя что, огонь? А ножницы в огне не горят, поэтому я победила Вику. Так, ножницы, ножницы у нас с Агнастом. Камень. Так. А с Адельиной? Камень. И моя ножница за тупицей. Победила Адельина. Вот такая игра. Давайте еще раз попробуем. Три, четыре. Камень. Ножницы. Бумага. Карандаш. Огонь. Вода. И показываем тебе какой-то предмет. Да. Так. Так, что у нас карандаш-карандаш. Саня, ничья. Так. С Викой. У меня карандаш, у нее камень засуги. Так. Вика победила. Так, что с Адельиной мой карандаш сгорел. Тоже победила. Адельина порезала мой карандаш и тоже победила. Вот такая у нас очень интересная игра. Ребята, я надеюсь, что вы запомните. Мне понравилось. Это очень хорошо. Вы можете, садитесь, садитесь. Вы можете играть в эту игру с друзьями или в дороге, или дома с родителями, когда захотите. Как тебя зовут? Вика. Вика. Очень приятно. Так, ну что, давайте на всякий случай еще одну игру попробуем поиграть, чтобы нам было интересно. Ну, это тоже такая игра, чтобы развивались наши пальчики. Вика. Вика. Давайте мы сейчас сделаем так. Мы спрячемся. Вот забор большой стоит. За забором кто сидит? Давай, давай, давай. Может быть, собачка вредная кусачка? Нет. Вот забор большой стоит. За забором кто сидит? Может, это зайка води догоняет? Нет. Вот забор большой стоит. За забором кто сидит? Может быть, большой аллель здесь пасется целый день? Нет. Вот забор большой стоит. За забором кто сидит? Это попка-попугай. Сейчас, ребята, попугай. Ну что, вот такие вот игры были в моей книжке. И мы, и вот таких книжек было десять, и ребята в них играли, и это было здорово. А однажды, когда у меня тоже есть дочка и сыночек, и мы сидели дома, и маленькие детки очень любят, когда гладят. Они успокаиваются и радуются. Он такой, я гладила своего сына и говорила, мы пушистого кота будем гладить за боках, а пушистую кошку дочке за ножку. Я подумала, что можно придумать вот такие вот интересные потешки щекотушки для малышей, и они будут радоваться и будут веселиться. И вот издательство, я послала в издательство, во все издательство, которые есть, вот такие маленькие сышки. И издательство понравилось. Они, представляете, из теста слепили вот таких вот героев, представляете, вот таких вот из теста сфотографировали, и получилась вот такая вот веселая книжка для маленьких. У нас у меня уже были вот такие вот игры, вот такие вот щекотушки были, а потом я подумала, есть, вот скоро будет 1 сентября, да, вы уже все собираетесь в школу. Я видела, есть такие книжки красивые, первоклассники, я думала, ничего себе, первоклассникам есть красивые книжки, а тем, кто идет в детский сад, почему нет красивых книжек? А тем, кто идет во второй сад, кто? Да, почему вот такого нет? И можно всегда сказать, вот такой книжки нет, а я возьму сейчас ее и придумаю. И я придумала вот такую книжку про детский сад. Вот зачем? Вот некоторые малыши маленькие, они еще никогда не ходили в детский сад. А, есть, вот стулья, конечно, садись. Вот еще стулья садись. Вот, садитесь, пожалуйста. Ну, видим, тоже хочется узнать, что их ждет в детском саду. А может быть, там живут крокодилы, медведи и бегемоты. Нет, тогда мы в такой сад не пойдем. О, вот я хотела такую сделать книжку деткам, чтобы они посмотрели. В саду же здорово, интересно и весело. Вот поднимите руки, кто из вас ходил в детский сад и ему понравилось? Понравилось, да? Что вот тебе, Аделина, понравилось в саду? Там очень интересно. Вот, а тебе что понравилось? Там интересно. Что там интересно, да, а тебе? Там очень интересно. Вот, и как раз, да, здесь вот есть, смотрите, какие веселые картинки художник нарисовал, чтобы, смотрите, все детки улыбаются, им хорошо в саду. И тогда, вот можно и есть, видите, как раз. И тогда все дети с удовольствием пойдут в детский сад. Но иногда, знаете, ребята ссорятся в детском саду, да, они могут поделить игрушку. Вот, например, и что надо делать, если, например, и эту игрушку хочет один ребенок, и второй. Вот, как вы думаете, что надо делать, Санька, знаешь? Если игрушку не могут дети поделить, что надо делать? Я могу вместе играть. Вот, молодец, вместе играть, да? И вот, смотрите, как ребята поделили. Сора. Саша взял мою машинку и играет целый час. Мне тоскливо и обидно. Разберусь я с ним сейчас. Отдавай мою машинку. Отдавай, мой паровоз. У тебя большие уши. У тебя курносый нос. Я забрал свои игрушки. Саше, я не подхожу. Он ушел, сидит. Я тоже сам в твоем углу сижу. Плохо, если ты один. Даже не играется. Самолетик не летит. Коезд не катается. Веселее играть всем вместе. Знаю я, что говорю. Вот возьму свои игрушки и все Саше подарю. Эти ребята появятся. Значит, ты правильно сказал. Как тебя зовут? Кирилл. Кирилл, да? Вот, Кирилл нам правильно сказал, что надо играть вместе, потому что вместе хорошо. Вот такая вот книжка для детей, которые пошли в детский сад, появилась. А потом я еще подумала, что ребята же хотят много всего знать. Почему идет дождь? Почему радуга? Почему светит солнце? Почему трава зеленые? Ну, когда дети приходят, например, к своим родителям, что спрашивают, родители не могут им объяснить, потому что это очень-очень взрослые науки. Преподают в школе. Преподают физику, химию. И иногда родители говорят, вот подожди, в восьмом классе у тебя будет предмет химии, тебе там расскажут, почему вода мокрая. Но, ребята, это же очень-очень долго ждать. Поэтому, ребята, появилась вот такая вот книжка, которая рассказывается про все, про все на свете. Читала ты уже, да? И все картины не читал. Но тебе очень важно будет, Кирилл, все узнать. Вот, видите, молодец, Лиха. Кто хочет все-все-все на свете знать, то надо прочитать вот эту вот книжку. И когда я вот эту тоже рукопись разозлала во все издательства, они сказали, ой, наверное, это неинтересная книжка будет, детям, наверное, будет неинтересно. А одно издательство сказало, а мы напечатаем эту книжку. И оказалось, что эту книжку купили полмиллиона человек. То есть это очень большой. Целый город, представляете, детей с этими книжками. Она стала очень популярной. И все издательства пришли и сказали, ну, пожалуйста, напишите нам эту книжку для нашего издательства. Я сказала, ну что же вы ее не брали сразу, когда я вам ее предлагала. И потом вот начали они просить, чтобы написали энциклопедии, например, про космос, например, про деньги, про географию, про животных. И таких энциклопедий, про все, что здесь написано, было огромное количество. Вот, например, энциклопедия про деньги, про то, как они появляются. Вот такая вот книжка. Про мальчика, который... Продолжение следует...